Документальные фильмы впечатляют, но, к сожалению, они не всегда так достоверны, как кажутся. Личные интересы, манипуляции фактами и порой неправильная статистика могут остаться незамеченными простыми зрителями. Но после этого видео вас будет не обмануть. От сомнительных утверждений об изменении климата до странных диет. Давайте изучим, как нам лгут популярные документальные фильмы. Номер 10. Мрачный секрет Диснея В арктических регионах обитают мелкие грызуны, похожие на мышей – лемминги. Согласно давней легенде, инстинкт леммингов мигрировать, независимо от направлений и препятствий, часто приводит к фатальному исходу. Считается, что, прыгая с обрывов, они случайно совершают самоубийство. Знаменитая сцена из фильма Диснея 58-го года «Белая пустошь» сильно повлияла на это заблуждение. В фильме показывают леммингов, прыгающих навстречу смерти от травм или утопления, когда они попадают в море. Но оказалось, что знаменитые кадры были подделкой. Съемочная группа поместила леммингов на вращающуюся платформу ради иллюзии того, что они толпой несутся к морю. Зверьков привезли в Канаду из их родной арктической среды обитания ради съемок, и команда просто погнала их с обрыва, чтобы получить эффектные кадры. Хотя сцена была постановкой, смерть леммингов оказалась реальной. Кроме того, они упали даже не в море, а в реку в Альберте. Я не понимаю, как Микки Маус мог сделать такое со своими собратьями. Номер 9. Что такое здоровье? Обычно в документальных фильмах есть пропаганда. Создатели не просто выбирают, что показать, а что нет, а специально давят на определенные эмоции. Но хорошие документалки обычно это скрывают с помощью уравновешенных фактов и аргументов. Увы, но что такое здоровье, выпущенный в 2017 году, усиливает страх перед едой, но при этом не дотягивает до уравновешенности. Фильм подвергся резкой критике со стороны врачей, диетологов и журналистов. В нем утверждалось, что серьезные проблемы со здоровьем, от рака до диабета, связаны с потреблением мяса и молочных продуктов. Например, коровье молоко якобы вызывает рак. Исследование, на которое опирались создатели, упоминало это вскользь. И там отмечалось, что нужно изучить эту тему получше. А вот в защиту молока выступило множество крупных исследований. Они не нашли доказательств утверждения. И даже предположили, что молоко помогает избежать рака. Но самое преувеличенное заявление этого фильма, это то, что одно яйцо в день так же вредно, как пять сигарет. Из-за содержания холестерина в яйцах. Утверждение о том, что употребление холестерина увеличивает его уровень и вызывает болезни сердца, неоднократно опровергалось. Нужно уплетать яйца, как Рон Суонсон, чтобы заметить какое-то влияние. Две трети курильщиков умрут от сигарет. И эффект от яиц вообще никак с этим не сопоставить. Так что, ешьте яйца. Номер 8. Неудобная правда. Этот фильм 2006 года рассказывает об одной из главнейших проблем нашего века – изменении климата. Через год после его выхода Верховный суд постановил, что, хотя фильм безусловно просвещает, в нем было несколько научных ошибок. Многие из них касались обесцвечивания коралловых рифов, в котором авторы винят исключительно глобальное потепление. Хотя оно наверняка способствует возникновению таких проблем, факторы вроде загрязнения играют не менее важную роль. Также в фильме утверждалось, что либо Западная Антарктида, либо Гренландия скоро растают, и уровень моря поднимется до 6 метров. Суд постановил, что это явное паникерство. И хотя такой процесс ожидается, он произойдет только через несколько веков. Автор, Альберт Гор, утверждал, что атоллы в Тихом океане поспешно забросили из-за повышения уровня моря. Но доказательств этого нет, и выглядит это как манипуляция эмоциями. В самой трогательной сцене фильма показывают белых медведей, которые не могут взобраться на льдине, и в итоге тонут. Вот только это тоже сильное искажение. В использованном отчете написано, что 4 медведя утонули из-за шторма, и их гибель никак не связана с глобальным потеплением. Конечно, такое могло произойти, но искажение фактов подрывает все правдивые утверждения документального фильма. В общем, врать точно не надо, ведь ложь жжет не хуже кипятка. Номер 7. Неудобная ложь. Тему неудобной правды продолжил фильм «История одного обмана» или «Глобальное потепление», но он раскрывает ее совсем с другой стороны. Согласно этому фильму, глобальное потепление – это паникерство, которое создали лишь для пропаганды. В документальном фильме было полно неверной, преувеличенной и устаревшей информации. Он связывал увеличение парниковых газов с солнечной активностью, основываясь на исследовании 1991 года, которое якобы нашло связь между циклом пятен на солнце и колебаниями температуры на Земле. Вскоре выяснилось, что исследователи неправильно обработали данные, и ученые отклонили его. Либо режиссер-продюсер Мартин Деркин не знал про это, либо проигнорировал факт намеренно, так как исследование стало основой фильма. Предубеждения Деркина против защитников окружающей среды известны по его предыдущим работам. В фильме «Против природы» он называл активистов надоедливой помехой личной свободе и росту экономики. И неудивительно, что его новый фильм активно раскритиковали в научном сообществе за то, что пропаганду Деркина в нем предпочли фактом. Среди критиков оказались два ученых, снявшихся в фильме – Карл Вунш и Эйгиль Фриис Кристенсен. Они заявили, что создатели ввели их в заблуждение, и их работу и точку зрения полностью исказили и изменили. Так что вот вам урок. Если хотите искажать слова людей, не показывайте им свой фильм. Номер 6. Тринадцатое. Этот фильм, шестнадцатого года, делает смелое заявление о том, что рабство в США все еще существует. Через социальные механизмы вроде массового лишения свободы, принципы рабства якобы продолжают действовать. Просто менее заметно. Хотя фильм поднимает интересные темы, его аргументы подрываются тенденцией преувеличивать и даже фабриковать факты. Например, без каких-либо источников, тринадцатое утверждает, что численность заключенных выросла. Однако, согласно доступным документам, их число снижается. Еще говорится, что чернокожие мужчины составляют 6,5% населения. И при этом 40,2% из них – заключенные. Эта цифра, опять же, не подтверждена никакими источниками. Реальное число – примерно 33%. Конечно, большое, но подобные ошибки подрывают доверие к фильму на такую тему. Хотя в нем упоминаются правдивые факты, он больше стремится разозлить, чем добиться точности. Номер 5. Двойная порция. В 2004 году этот фильм так отпугнул людей от фастфуда, что Макдональдс изменил меню и добавил салаты и другие полезные блюда. Хотя результат был положительным, достоверность фильма хромала. В начале него режиссер Морган Сперлак заявил, что он был здоров перед тем, как начать месячную диету, состоящую из блюд из Макдональдс. На самом деле, как он признался много лет спустя, он бывал трезв не больше недели, уже 30 лет. Морган был алкоголиком почти всю жизнь, в том числе и во время съемок фильма. Это явно немного повлияло на результаты медосмотра в ходе эксперимента, потому что выяснилось, что печень Моргана, грубо говоря, мариновалась, как после сильного запоя. Из-за этого все изменения в его организме, скорее всего, были результатом алкоголизма, а не фастфуда. И даже если бы он был трезв, один человек – это не репрезентативная выборка. Никто не говорит, что еда из Макдональдс полезная. Но, разумеется, алкоголизм тут не помогает. Номер 4. Поулинг для Колумбины В 2004 году режиссер Майкл Мур выпустил документальный фильм, посвященный трагедии 99-го года в школе Колумбайн. Мур видел причину Колумбайна в слабых законах об оружии и в культуре защиты оружия в США. Хотя в фильме поднимаются важные вопросы, неверная статистика и ложные сведения о событиях подрывают доверие к нему. В одной из сцен Мур идет в банк, чтобы получить бесплатное оружие вместе с новым счетом. Вскоре банк выдает режиссеру ружье, и он отмечает, насколько легко это было. Но в фильме не упоминается, что продюсеры уже заполнили кучу документов и договорились, чтобы оружие смогли выдать в день съемок. А это важная информация, потому что по правилам банки обязаны проводить месячную проверку любого клиента. К тому же, доставка оружия занимает недели, потому что обычно оно не хранится на месте. Конечно, все равно странно, что банки выдают оружие. Но и этого Муру оказалось мало. Он заявил, что число убийств с огнестрелом в США превышает 11 тысяч в год. Но согласно документам ФБР, эта цифра меньше – 8800. В число, взятое Муром, вошли убийства, самозащита и использование оружия полицией. Но больше всего удивил сатирический раздел фильма «История Америки». Там утверждается, что Национальная стрелковая ассоциация возникла из куклук с клана. Даже если это сатира, она неверная, потому что НСА создали в Нью-Йорке солдаты Союза в гражданскую войну. Но если забыть и этот факт, нехватка доказательств показывает, как личные интересы Мура повлияли на фильм. И, несмотря на аргументы, его нельзя назвать документальным. Номер 3. Родившийся, чтобы выжить? Если вы видели передачи Бэра Грилса, то вы знаете, что он способен выжить где угодно. С помощью своих навыков выживания он находит укрытие в суровом климате и отыскивает пищу и воду в диких условиях. К сожалению, в 2007 году всплала правда о фильмах Грилса, вроде «Родившийся, чтобы выжить». Член съемочной группы рассказал, что несмотря на экстремальные сцены, Грилс постоянно ночевал в отелях во время съемок. Он жил в уютных коттеджах в горах Сьерра-Невада и роскошных курортах. А холодных ночей в лесу было только несколько. И отчаянные поиски пищи, какой бы неприятной она ни была, тоже ложь. Потому что он начинал и заканчивал день сытной едой. Впрочем, Грилс публично извинился за такой обман в 2014 году. Но его передачи все-таки потеряли часть своего очарования. Номер 2. Газовая страна «Газовая страна» — это документальный фильм, который посвящен теме фракинга — разработке природного газа методом гидравлического разрыва пласта. Фильм рассказывает о загрязнении, вызванном этим методом. И в ходе него создатели делают одно очень тревожное заявление. По словам экспертов фильма, в районах, где занимаются фракингом, вода из-под крана может загораться. Правда, авторы почему-то не упоминают, что об этом феномене сообщали еще в 70-е, задолго до того, как в районах появился фракинг. Такое явление связано с естественным присутствием метана в запасах подземных вод. Также в «Газовой стране» говорят о массовой смерти рыбы в близлежащей реке и утверждают, что это тоже вина фракинга. Но на самом деле рыбы умерли из-за цветения ядовитых водорослей, которые появились в реке из-за загрязнения с угольной шахты. Так что, хотя фильм и показывает вред загрязнения и некоторые проблемы фракинга, но ложь и жонглирование фактами совсем не делают ему чести. Номер 1. Скотта Заговор Глобальное потепление, обезлесение, засухи и даже убийства. По версии Скотта Заговора, во всем виноваты коровы. Если бы все было так просто, большинство ошибок фильма связаны с одним утверждением, что потребление мяса – главная причина изменения климата. Сначала в фильме говорится, что скотоводство отвечает за 18% парниковых газов. Потом, что его влияние было значительно занижено. Реальные цифры по версии Скота Заговора близки к 51%. Но эта цифра взята из одного не очень надежного исследования, которое было полно ошибок. И позже его дискредитировали – поправки самого же автора. И даже изначальные 18% основывались на неверных данных. И ООН исправила их – на 14%. Это все еще больше, чем вся транспортная отрасль вместе взятая. Так зачем опираться на неверные данные, когда есть подтвержденные факты? Никто не отрицает, что мясная промышленность плохо влияет на окружающую среду, так как в Амазонии вырубают леса ради места для кормовых культур для скота. Но, как и в случаях с остальными фильмами, лучше придерживаться фактов и добраться до самой сути, а не жевать жвачку обмана. А вы поверили каким-нибудь из этих документальных фильмов? Или вы знаете другие фильмы, которые лгали зрителям? Расскажите в комментариях, и я могу сделать видео и про них. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok